Вы слушаете подкаст Андрея Курпатова. Лекции, интервью и другие записи о том, как мы устроены и что с этим делать. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам вкратце рассказать о том, что такое технология факт-карт, как это работает и зачем они вообще нужны. На самом деле мы сделали целый онлайн-курс, который так и называется – факт-карты. Это 6 недель интенсивных занятий. За это время мы соберем 12 факт-карт с участниками курса и решим их проблемы. Ну а те, кто будет его проходить, получат все необходимые теоретические знания, практические навыки и целый комплекс лайфхаков, как улучшить свою жизнь с помощью мышления. Уверен, что благодаря курсу факт-карты вы научитесь пользоваться этим инструментом мышления, решите задачи, которые перед вами стоят, ну и вообще ощутите, так сказать, работу своего мышления. Сегодня же у нас просто что-то вроде экскурсий. Мы с Юлей Тихоновой составим на ваших глазах факт-карту о факт-карте. Поговорим о том, что это за инструмент такой, почему он важен, полезен, как он связан с работой мозга, да и вообще о том, почему думать это круто. Что-то, конечно, покажется вам в этом видео непонятным или даже сложным, но таковы издержки интеллектуальных экскурсий. Ничего не понятно, но очень интересно. В общем, надеюсь, вам понравится наша интеллектуальная шалость. Подумаем с вами о факт-картах, а точнее о нашем с вами мышлении с помощью факт-карты. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Ну что, Андрей Владимирович, мы должны сегодня с вами поговорить о том, что такое факт-карта, что это вообще за инструмент такой. С чего начнем? Мы начнем просто с самого инструмента, в чем, собственно, его ход, да? Зачем вообще нам... Очень хочется сказать, зачем нам вообще думать. Все же думают постоянно, а толку мало. Значит, наша задача думать из-за того, чтобы достигать каких-то результатов, решать задачи, которые перед нами стоят. Вот. Но при этом мы думаем над своими задачами и оказываемся в ловушке собственного мозга. Угу. Я предлагаю сейчас зафиксировать, что у нас есть привычный способ думать о задаче. Это про цепь мышления, да, в эту сторону? Нет, это про нарративы. Потому что сюда у нас встанут когнитивные искажения, да? Да. А сюда у нас встанут особенности работы мозга, как такового, который решает задачу, да? Значит, что у нас еще здесь есть? Я думаю, что отдельный вопрос, это, словно говоря, что вообще картирование реальности. Когда вы начинаете думать над какой-то проблемой, вам нужно прежде всего создать пространство мысли, как на факт-карте, так и в своей голове. Именно поэтому первый этап выглядит слегка хаотичным. Возможности нашего активного внимания и сознания крайне ограничены. Поэтому, если вы хотите получить достойный разбег для своей мысли, вам нужно сначала выгрузить из оперативной памяти то, что, так сказать, крутится у вас на кончике языка. Вы просто записываете на карту какие-то мысли, соображения, которые первыми приходят вам на ум, когда вы думаете о соответствующей проблеме. Таким образом, на факт-карте появляются первые факты, а ваша оперативная память освобождается, чтобы пустить в себя новые мысли, которые тем временем зреют у вас в мозге бессознательно, с помощью так называемой дефолт-системы. Мы с Юлей много занимаемся разработкой технологии факт-карт. И первое, что пришло нам в голову, это понятие эффективности мышления. Мышление как способ создания карт реальности, а также привычный, читай, стереотипные способы думать, ну и ловушки мышления, конечно. Посмотрим, куда факт-карта факт-карт заведет нас дальше. Я бы начал с того, что вообще, с чем мы обычно сталкиваемся, да? Значит, нам надо вот от привычного способа думать перейти к эффективному решению задач. Привычный способ думать – это создание, ну, некого представления о том, что происходит в моей жизни. В нарратив можно уже написать. То есть нарратив, да. Что такое нарратив? Это линейная, по сути дела, история, в которой факты, я буду прессовать, да? Вот у нас есть какие-то факты, то есть что там, что мы знаем, да? И мы строим некий единый вектор, и какие-то факты, они как-то сюда притягиваются, к нашей истории, да? А какие-то отстоят, они могут еще вот здесь находиться. И мы их начинаем, ну, просто не видим, не замечаем, игнорируем и так далее. У нас получается единое повествование. Мы же всегда живем в историях о том, что с нами происходит, да? Здесь у нас, например, создание представлений может быть о чем? Там, в планах на жизнь, да? У нас может быть создание представлений о том, что происходит в соответствующем... Ну, там, мы...